всем привет друзья сегодня короткий ролик такой будет о том как это устройство выполняет свои функции то есть как пройдет перегонка посмотрим за сколько времени он разгонится за какое время все будет перегнано данный момент там сбродила 20 килограмм солода 100 литров там залито солодового сусла сейчас попробуем его перегнать на данный момент каких-то существенных недостатков я не обнаружил опять же вы все видели в процессе затирания посмотрим как он работает в процессе перегонки итак друзья время у нас сегодня 1234 вот при такой температуре котел сбраживал то что там в нем было мы включаем его на разгон многократно он показывал как это сделать нажимаем стрелку вверх нажимаем номер и выводим мощность на полную переключатель в положение 1 все время пошло на мешалку подключил через таймер на реле она будет работать каждые 15 минут по 30 секунд ну что друзья вот они первые капли открыл воду охлаждение все процесс начался вот друзья время видите 1543 вот такое время заняло полная полный разгон котла то есть котел разогнался вышел на процесс дистилляции за такой вот промежуток времени то есть разгон друзья составил приблизительно три часа вот такой нескромной струйкой отбирается посмотрим сколько время займет перегонка температура воды в рубашке с погрешностью термойт не знаю тарирован это ты линия такого температура в кубе 92 градуса и в колонне примерно то же что и в кубе 91 отбор друзья будем вести до воды то есть посмотрим сколько по времени пока вот то термометр у нас 99 примерно показывать не будет до тех пор будем отбор вести ну что друзья вот без малого 98 градусов колонне 10 лет я оценил отбираемый мы короче отбираем и уже воду спирта там уже нет вот столько времени сейчас то есть 4 часа у нас дистилляция проходила одним словом друзья 3 часа разгона 4 часа перегонка 7 часов занимает вот этот цикл на пвк с мощностью четыре с половиной киловатта что нам осталось проверить друзья насколько удобно его обслуживать то есть когда брага остынет сейчас выключаю котел еще посмотрим как его насколько удобно мыть как хорошо он отмывается что там внутри после первого погона ну и так далее все что хотели посмотреть скажем так мы посмотрели ну что друзья перегонка закончены наступает сама нудная часть всего процесса мойка котла сейчас посмотрим удобно это или нет проверим как раз мои предположения относительными этой самой моющей головки посмотрите вот у меня здесь ступенечка небольшая такая не знаю сантиметров 10 вот я обычно подкатываю сюда котел на эту ступеньку вот видите с этой ступенькой ведро влезает без нее влезет только в этот невысокий этаж ветер на улице не знаю как шуметь будет микрофон сейчас попробуем на предыдущем моем котле нижний кран все время забивается потому что диаметр его не очень большой и приходится чем-то проталкивать здесь видите из-за того что кран большого диаметра все без проблем сливаем густую вот эту кашу как то так это можно в огород удобрения но я вот сливал без использования мешалки просто самотеком внутри котла все выглядит так друзья где происходило кипение вот она грань видите вверху где забрасывала пену вот она у нас под засохла тут где у нас стоял стояла брага здесь довольно чисто ну и дно коническое не знаю солнце тут засвечивает все как-то идет сбоку ну вот более-менее сфокусировался видите своим ходом все стекало мешалку не включал то есть я думаю что моющая головка вот это все что внизу смойте вот это на стенках единственная засохшая пена которая была во время кипения видите так вот она поднималась вот эту пену думаю все таки придется тирануть щеточкой сейчас все увидим моющую головку подключу все будет на ваших глазах что друзья подключил моющую головку к сожалению вам показать как идет мойка не получится если открываешь эту крышку она видно даже вот я ее прикрыл не затягивая из под нее даже капает вода брызги летят сюда хотел попробовать настроиться но понял что не получится но опять же благодаря фторопластовым втулкам вы слышите да просто шум воды мы слышим как вода ударяется о стенке котла шума отвращения моющей головки нет четыре ведра воды провелось через мешалку посмотрим насколько хотел от мыть заливаем на донышке видно нет не вот так все в котле то есть видите нижняя кромка не отмылась но и вот это пена которая на стенках она тоже не отмылась но я думаю если бы я как в доме вот зимой подключаю горячую воду к моющей головке то мойка конечно совершенно другого уровня здесь видите вот это все придет стирануть щеточка пока руки туда я не опускал опять же чем удобен этот замок для того чтобы куда-то подлезть одним движением и мы ее удаляем ну и у меня здесь вот она дежурная щеточка то есть я все время использую для мойки того котла то же самое получается и здесь процесс вообще не сложный не хитрый щетка так приходится по кругу пройтись тирануть вот это место где кипела пена после снова включить моющую головку ну как и предполагал стекает все из котла замечательно благодаря уклону на дне благодаря большому люку добраться со щеточкой даже вот до дальней стенки никакой проблемы не составляет а тем более когда убрал мешалку и вообще ничего не мешает тирануть щетка эта минута котел снова чист но я считаю что чистый котел это все-таки грязное пятно на совести вина кура в этот раз друзья все было прогнозируем то есть все что я ожидал получить от этого котла все я и получил все было на ваших глазах вы все видели сами сколько проблем составляет затирание в этом котле и перегонка труда винокура не нужно абсолютно никакого и вот там в комментариях под многими видео писали люди и очень часто повторяющиеся комментарии пароводяной котел тут все непонятно покажи как это сделать в кастрюле знаете друзья когда нет пароводяного котла то сделать в кастрюле как бы большой проблема не составляет единственное что по забрызгаешь все приходится после себя убираться все мыть чистить и так далее куча посуды вот это которую ты переливаешь надрываться тихать и кастрюли бочки и так далее все это стоять там вымешивать эти же устройства позволяют нам быть совершенно свободными и при этом делать ту же самую работу так друзья ну что завершение хотелось бы сказать вот все как я и предполагал снимаю сегодня вот это видео я начал снимать еще вчера и как раз я выложил первую часть видео об этом котле ну и пошло да это реклама дать человеку подарили котел да не завидуйте друзья покажите мне отзовись мой человек на канале кастрюле 100 тысяч рублей может быть отзовется кто-то может быть сказать есть такой человек я не знаю даже если у вас на миллион подписчиков на канале то такого подарка навряд ли вы от кого-то дождетесь далее кто-то там говорит что дом перегон спонсор моего канала ну я бы хотел чтобы это было так конечно друзья ну любой человек который чем-то занимается неважно в какой-то сфере всегда хотел бы чтобы у него был какой-то там спонсор производящий то на что он там делает обзоры и так далее вот в этом нет ничего плохого это очень замечательно но к сожалению это не так я не уверен что вообще нужна ли реклама дом перегона потому что вот этот котел после стопроцентной оплаты друзья я ждал более двух месяцев два месяца вы понимаете если бы они там на складе валялись их никто не покупал то я получил бы его в течение там недели и до этой недели бы ушла именно на доставку там транспортной компании от питера до брянска вот но факт остается фактом хотел был заказан больше двух месяцев назад опять же почему второй котел от дом перегона в первом котле исправили мешалку все с ним стало более менее нормально этот котел он уже вообще стопроцентно доработан я видел видел обзор этих котлов и как бы я вообще не нахожу в нем каких-то дефектов из-за чего если честно то мне вот по техническому оснащению по функционалу по устройству вот эти котлы нравятся больше чем котлы других производителей хотя чтобы судить об этом нужно воочию прикоснуться к оборудованию попробовать с ним работать потому что делать какие-то выводы по отзывам самих производителей делать выводы по отзывам других и как бы быть стопроцентно уверенными в их правоте ну у меня так не получается ну и последнее как бы не у меня одного этот котел такие же котлы множество других людей вот ну и если я в чем-то не прав люди тоже смотрят надеюсь мой канал напишите в комментариях владельцы вот этих котлов вот что я сказал не так что является трепом что является неправдой а то как в известном фильме получается помните там и мертвые с косами вдоль дорог брехня так вот брехня пусть скажут те у кого такие котлы кто ими пользуется ежедневно кто может судить о работе с ними именно по своему опыту вот ну на этом все друзья надеюсь обзор этот 3 серийный кому-то будет полезен кому-то интересен на этом все всем пока будьте здоровы